Помнят ли народы Содружества Независимых Государств свою общую победу в Великой Отечественной войне? Чтят ли подвиг ветеранов? Какую память о войне хотят передать ветеранам? Послушаем участников конференции «Единение народов и религиозных общин во имя защиты Отечества и его свободы». Мужество и героизм наших ветеранов, которые сражались плечом к плечу на войне и самоотверженно работали за линией фронта, навсегда останутся в благодарной памяти поколений. Поэтому аята Священного Курана в сердце и в сознании нас и в любые дни напасти, невзгод и разных проблем и катаклизмов, они взывают нас к вере и к своему подвигу перед Всевышним Творцом. В этот период в составе Советского Союза встали на защиту Родины, сражаясь с своим имуществом и своими душами, поскольку прежде всего эта война была борьбой за защиту. Это наш фундамент, нашего духа, нашей несгибаемости. И очень хорошо в резолюции нашей конференции написано «Оединение народа и религиозных организаций». Именно люди религиозные, я не хочу умолить достоинства людей нерелигиозных, их чувства патриотизма и долга, но именно религиозные люди понимают суть милосердия Божественного Закона, его глубинные отношения и ответственность человека перед Господом. Сегодняшний день является важным рубежом, который предстоит достойно пройти, не предав забвению память наших предсто-героев. Отрицать роль СССР в победе – идти против истины. В этой страшной кровавой войне принимали участие и многоциональный народ Казахстана. От Казахстана в борьбе с коричневой чумой, то есть с фашизмом, принимали участие 1 миллион 200 тысяч людей, из которых половина не вернулись домой. В годы Отечественной войны было принято Кыргызстаном большего потока беженцев и осредотевших детей, потерявших родных и близких в войне. В годы Великой Отечественной войны каждый четвертый гражданин Кыргызстан был отправлен в рейдик Красной Армии, что составило в общей сложности 363 тысячи человек. За 4 часа боя в битве под Сталинградом артиллерист Даир Асанов уничтожил 8 танков, 6 бронемашин и до 40 фашистов, за что его наградили золотой медалью Героя Советского Союза. Свой вклад внес и Мухаммад Джан Рустамов, более известный как Домуллах Индустани, крупнейший теолог ханафит Кырганской долины и Таджикистана, участник Великой Отечественной войны. После разгрома немецких войск в Сталинградской битве под Витебском произошло событие, которое, как считают сегодня в Татарстане, повлияло на судьбу всего татарского народа. В ночь на 23 февраля 1943 года 825 батальон Волга татарского батальона легиона Идель-Урал, сформированного фашистами из военнопленных для борьбы с партизанами в количестве 506 бойцов, уничтожив три штаба с немецкими офицерами, перешел на сторону народных мстителей, полным вооружением и желанием громить врагам. В то время часть белорусских партизанских отрядов находилась в окружении. От верной гибели их спасали татарские бойцы. В том же году, защищая белорусские земли, сражаясь за Родину, почти все бойцы батальона героически погибли. Мусульмане Средней Азии и по Волжии приютили у себя тысячи эвакуированных из Белоруссии. Так наш классик белорусской литературы Якуб Колос жил в Ташкенте с 1941 по 1943 год. Всем хорошо известно героическое гостеприимство узбекских семей, которые приютили детей народов СССР в годы войны. Победа в Великой Отечественной войне была и остается общей и неотчуждаемой заслугой всех народов СССР вне зависимости от национальности и вероисповедания. Единение национальности и религии советских граждан – пример того, что сплоченность творит настоящие подвиги. Итоги этой войны, принесся невыразимое горе всему человечеству, должны послужить уроком для всех и особенно для подрастающего поколения. Только наше поколение живет в мирное время. И в этом большая заслуга наших литеранов. Мы должны быть признательны тем людям, которые отдали самое дорогое, что есть у человека. Это его жизнь. И мы должны быть признательны тем людям, которые остались. Это их дети, их внуки. И мне кажется, что вот когда мы говорим о подвиге, мы говорим об отношениях, то важно это помнить, что эти отношения не только на ветеранов, но и тех, которые после них, поколения следующие, поколения следующие. И вот, может быть, сейчас нам есть смысл переосмыслить все эти вещи и по-другому строить наши отношения как к наследникам Великой Победы. Эти ребята, эти девчонки, которые приехали сюда в Россию на заработки, это внуки тех, которые и правнуки, которые защищали нас во время Великой Отечественной войны. Я желаю, чтобы вот та память, которая у нас, историческая память, нравственная, духовная память, она перешла на тех людей, которые потомки тех героев, которые сегодня живут. Все должны чувствовать себя на нашей планете, маленькой, порой незащищенной планете Земля, чувствовать себя не гостями, а жить в единой человеческой, использовать общечеловеческие ценности, жить в братской семье народов, и Советского Союза, да и всего мира, и делать все, чтобы никогда не повторилась такая война, которую пришлось пережить нашим предкам. И да не померкнет никогда значение великой победы нашего народа в этой жесточайшей из воин в истории человечества. И да останется этот праздник днем победы в последней мировой войне. Молитвенно прошу Всевышнего Аллаха даровать людям мира, мирного неба, доброго здоровья, благополучия, бодрости духа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова